Добрый вечер! В эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азад Жумаханов и сурдоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. Смотрите сегодня. Стоп! Вход запрещен. Города Нур-Султан и Алматы официально закрыты на карантин в связи с коронавирусом. Безопасность граждан превыше всего. Аэропорт Алкургана перешел на усиленный режим работы. Государство в помощь. Какие льготы предусмотрены для бизнесмена в период чрезвычайного положения? Полная готовность города Нур-Султан и Алматы официально закрыты на карантин в связи с коронавирусом. В окрестностях Южной столицы установлены 27 блокпостов. Они расположены на 10 магистралях, где ежедневно будут задействованы сотрудники полиции и Министерство обороны. Сегодня в полночь главы Южной столицы Алматинской области проверили готовность блокпостов к работе, а именно их оснащенность и расстановку техники. Они побывали на основных выездах из города в Капшигайском и Толгарском направлениях и на Кульджинском тракте. По словам ответственных лиц, личный состав полностью проинструктирован и готов к любой непредвиденной ситуации. На местах ежедневно будут дежурить полицейские, военные и медики. Однако выехать из города все же возможно. Въезд в город разрешается жителям Алматы, ранее выехавшим из города, при их возвращении до 0 часов 22 марта. Граждан Казахстана, возвращающихся из-за рубежа в страну, возможность выезда из карантинной зоны имеют жители других регионов, в эти дни находившихся в мегаполисе. Добавим, по словам полицейских, за незаконное вторжение на территорию, закрытую на карантин, грозит штраф или лишение свободы. Стоит отметить, для транспорта с продуктами и медикаментами создан зеленый коридор. Смеляемся, шутки растутки. Растутки? Много условия есть? В условии, сейчас палатки, питание, вода. Питание, вода, все есть. 20 человек, они будут в три смены здесь и работать. Вот сутки мы их позабираем. И сегодня Аким Алматинской области Амадык Баталов провел селекторное совещание с градоначальником мегаполиса Бакаджаном Сагентаевым о текущей ситуации на блокпостах при выездах из Алматы. Стороны обсудили состояние дел на блокпостах на территории двух регионов. Таким образом, по области в радиусе 5 километров от границы Южной столицы, на всех трассах республиканского значения и выездах из населенных пунктов. Выставили дополнительно 82 блокпоста. Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка. Сотрудники районных и сельских Акиматов выставлены на дежурство и проводят разъяснительную работу с населением. Все жители отнеслись к режиму ЧАЭС с пониманием и не создают ажиотажа на границе с городом республиканского значения. Ситуация остается на контроле. Заключили Акимы двух регионов. Продолжаем выпуск. На текущий день зафиксировано еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан. Таким образом, в стране подтверждены 44 случая регистрации коронавируса. Из них 19 фактов в Алма-Ате и 25 в столице республики. Все пациенты находятся в инфекционных стационарах. Состояние граждан медики оценивают как стабильное. А тем временем вирус распространился в 175 странах и территориях. Общее число заразившихся в мире уже превысило 219 тысяч человек. От последствий заболевания скончались почти 9 тысяч. Выздоровели свыше 85 тысяч человек. Между тем, впервые с момента вспышки коронавируса, которая произошла в январе в китайской провинции Хубей, в этом регионе, включая административный центр Ухань, за последние сутки не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Евровидение 2020 не состоится. Ежегодный европейский конкурс песни стал очередной жертвой коронавируса. После прошлогодней победы представителя Нидерландов он должен был проходить в Роттердаме. Но в среду Европейский вещательный союз впервые за всю 64-летнюю историю конкурса мероприятие отменил. Ранее стало известно и об отмене знаменитого музыкального фестиваля в британском Гластенберри, одного из крупнейших в Европе. В этом году он должен был отметить свой полувековой юбилей. И ждал в гости Пола Маккартни и Тейлор Свифт. В Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, скончались 475 человек. Это самый высокий показатель смертности за 24 часа с момента начала вспышки инфекции в стране. Всего скончались уже около 3000 человек. И эта цифра приближается к данным в Китае, где умерли свыше 3200 заразившихся. Власти страны бьют тревогу. За сутки в Италии зарегистрированы 4207 новых случаев заражения коронавируса. И эта цифра также превосходит все предыдущие показатели. Число вылечившихся увеличилось почти на 40% и достигло 4025 человек. Всего с начала эпидемии в Италии заразились более 35 тысяч жителей страны, включая излечившихся и скончавшихся. Французская армия вступила в бой с коронавирусом. Двойнослужащие прошли специальную подготовку и обучение тому, как перевозить заболевших и оказывать им медицинскую помощь. Транспортный военный самолет А-330 превращен в мобильный госпиталь и оборудован всем необходимым, в том числе и реанимационными блоками. В среду первые шестеро пациентов были доставлены из переполненной больницы Мо-Люза в военный госпиталь Тулона. Со вторника во Франции введены чрезвычайные меры по противодействию распространению коронавируса, в том числе и тотальный домашний карантин. За выход на улицу без уважительных причин и соответствующих документов налагается штраф. 100 тысяч полицейских и жандармов по всей стране следят за соблюдением положений правительственного указа. Кому закон не писан, трех предпринимателей Талдыкургана накажут за несоблюдение режима чрезвычайного положения. Правонарушение выявили в ходе ночного рейда, инициированного Акиматом областного центра. В рамках мероприятия рабочая группа объехала более десятка объектов предпринимательства. Какое наказание грозит правонарушителям, узнавал Анвара Мангельдинов. Автовокзал областного центра – место расположения множества объектов предпринимательства. Именно отсюда решила начать рейд рабочая группа. Подойдя к первому объекту, проверяющие сразу обнаружили несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Такое же нарушение выявлено и в соседнем кафе. Здесь происходит торговля, реализация и изготовление в неусыновых местах именно чебуреков, пирожков и так далее. Это нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил. Теперь здесь предусматривается статья обместительного кодекса, 425-я статья, часть 1-я. Идивительные предприниматели будут оштрафованы на сумму 230 марок. Придётся выплатить штраф и владельцам кальянных, бильярдных и объектов общественного питания. Однако не за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, а за несоблюдение требований в режиме чрезвычайного положения. Согласно правилам, во время введения ЧП все торгово-развлекательные объекты должны быть закрыты, за исключением находящихся в них объектов по реализации продуктов питания и лекарственных средств. А вот места общественного питания должны ограничить время работы до 22.00 часов. К тому же количество посетителей должно составлять не более 50 человек одновременно. Нарушение режима ЧП или неуполнение требований в связи с объявлением чрезвычайного положения влекут штраф в размере 10-ти месячных расчётных показателей, либо административный арест на срок до 15 суток. Неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти, совершённое в местности, где объявлено чрезвычайное положение, наказывается штрафом в размере до 2000 месячных расчётных показателей, либо исправительными работами на срок до 600 часов, либо привлечением к общественным работам в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок. Итог рейда – три административных протокола и семь предупреждений. Члены рабочей группы заявляют, что будут ежедневно проверять объекты предпринимательства. Проверяющие призывают бизнесменов не нарушать закон и отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и ответственностью. Ануар Амангельдинов, Бегзат Хажимуканов, телеканал ЖИТСУ. Во всех транспортных гаванях страны сейчас усилены меры профилактики коронавируса. И хотя прямых рейсов из-за рубежа в Талткурган нет, воздушное сообщение с другими регионами страны не прекратилось. Есть ли риск завоза вируса из карантинной зоны, узнал Елеман Раймбеков. Чем не сценарий для голливудского фильма? Сейчас во всех аэропортах мира пассажиры встречают в масках, перчатках и с тепловизорами. Этим тепловизором мы проверяем, который вылетает с города Талткурган в город Нур-Султан. Каждого пассажира, проходящего в зону досмотра, при температуре свыше 37 градусов мы уже вызываем медиков, медперсонал, который обслуживает нашу зону. По всем параметрам, по всей проверке экипажа, по всем правилам нас посадили, нас проверили, обслужили. И полет очень отличный. Шаг второй. Обработайте руки. Кроме того, и здания, и территория подвергаются дезинфекции. Везде установлены антисептики. Все эти меры крайне необходимы на фоне последних событий, связанных с коронавирусом. Ведь риск завоза болезней из столицы, где сегодня ночью введен карантин, крайне высок. Отсюда и дополнительные меры безопасности. Ежедневно, каждый час мы, наши работники аэровокзала технически убирают полностью. Ежечасно проводим уборку аэровокзала, зону прилета, зону вылета и так далее. Принимаются все меры для обеспечения карантина в Европе. Рейсы Талдыкурган-Нурсултан-Талдыкурган будут действовать до 22 марта. Откроют их заново только после снятия карантина. Елеман Раймеков, Иран Дюсен, телеканал ЖИЦУ, Талдыкурган. В Шымкенте начали выпускать многоразовые медицинские маски. Еще вчера здесь шили школьную форму, а сегодня поставили на поток производства медицинские маски из марли. То есть стопроцентный хлопок, говорят специалисты. Такую маску можно не выбрасывать, погладить и можно носить снова. Скоро шымкентские маски уже попадут в розничную аптечную сеть. О готовности к возможному появлению коронавируса в мегаполисе рассказали в Акимате Шымкента. Из бюджета на борьбу с коронавирусом направили больше 1 миллиарда тенге. Министерством сельского хозяйства на границах республики усилен ветеринарный контроль. Всего по периметру границ имеются 63 ветеринарно-контрольных поста. Их работу обеспечивает 228 государственно-ветеринарно-санитарных инспекторов. Они заполняют акты досмотра грузов в автоматическом режиме и передают их в информационную систему Минсельхоза. Вместе с тем Казахстан по основным позициям продтоваров обеспечивает внутренний рынок собственным производством. По оперативным данным акиматов областей и городов республиканского значения, на сегодняшний день в региональных стабилизационных фондах, складах товаропроизводителей и торговых организациях, а также в других складских помещениях имеются запасы социально значимых продтоваров в объеме более 1 миллиона 200 тысяч тонн. В условиях чрезвычайного положения в Казахстане группа лиц Ватрау занималась продажей медицинских масок в количестве 1 миллиона штук, на общую сумму 313 миллионов тенге. В ходе проведения оперативно-разысных мероприятий Департаментом экономических расследований по Атаравской области Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности. При этом документы, подтверждающие их происхождение, отсутствовали. По данному факту начато досудебное расследование. В рамках чрезвычайного положения налоговый комитет окажет государственную поддержку предпринимателям. Им в помощь электронная система. По некоторым видам налогов послабление, а по некоторым и длительные отсрочки. Подробности в материале сюжета. Сдавайте отчеты в электронном виде и получите освобождение от уплаты налогов на три года. Такие беспрецедентные меры вел Комитет госдоходов Казахстана. Одним выстрелом, как говорится, четырех зайцев. Прозрачная отчетность – одна из антикоррупционных мер. Минимизация контактов, профилактика распространения коронавируса, вместе с тем мобильность и удобство. Еще один шаг навстречу бизнесу – продление срока налоговой отчетности. В период чрезвычайного положения Комитет государственных доходов пришел навстречу всем налогоподельщикам. То есть все крестьянские хозяйства, государственные служащие, юридические лица, индивидуальные предприниматели, представляющие годовую форму, а срок у нас 31 марта, он теперь продлевается автоматически до 30 апреля. Здесь не нужно обращаться с заявлением о продлении. Все сроки будут продлены автоматически, только для тех, которые представляют эти формы в электронном виде. Все услуг у нас не автоматизированы, они на бумажном носителе. Здесь мы призываем всех наших налогоподельщиков, также не посещая орган госдоходов, отправить заказной почтой. В помощь предпринимателям программное обеспечение кабинет налогоплательщика. Также узнать о наличии или отсутствии задолженности по налогам можно через бесплатное мобильное приложение eSolik Mobile, которое можно скачать на смартфон в Play Market или в App Store. Здесь в меню выбираем электронные сервисы и находим сведения о задолженности по налоговым и социальным платежам. Вводим свой ИИН, после чего сервис выдаст вам информацию об отсутствии или наличии задолженностей. В настоящее время, на период чрезвычайного положения, у нас созданы контакт-центры. То есть каждый налогоплательщик, участник внешнеэкономической деятельности может позвонить на контакт-центр. Все телефоны контакт-центра у нас размещены на сайте, в социальных сетях департамента. В департаменте действует телефон 60 11 21. Это по всем вопросам государственных услуг. 60 11 97 это по всем вопросам, чтобы узнать о наличии задолженности. Карантин государственного уровня – это временная мера. Защитные механизмы могут вызвать некоторые неудобства. Но сегодня каждый должен понимать – противовирусные барьеры введены в первую очередь в интересах безопасности населения. Поэтому использование цифровых услуг наиболее применимо к режиму чрезвычайного положения, так как минимизируют контакты. Евгения Присяжная, Кайрат Кастурганов, телеканал ЖТСУ, Толдыкурган. Житель Алматинской области у себя на кухне хранил героин. За сбыты хранения наркотиков задержали 25-летнего жителя села Буралдай Ильицкого района. Данный факт обнародован сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Алматинской области. Виновный хранил около 303 граммов героина, что является особо крупным размером. Сейчас он водворен в изолятор временного содержания до решения вопроса о применении к нему меры пресечения на период досудебного расследования. Между тем, за три дня оперативно-профилактического мероприятия «Допинг» на территории Алматинской области выявлено 24 уголовных правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. К нам поступила информация о том, что у этого мужчины хранятся наркотические вещества, запрещенные к обороту. Он активно занимался их сбытом. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками предварительно был произведен контрольный закуп наркотического вещества, признанного экспертами героином. После этого в соответствии с полученной суда санкцией на обыск у данного гражданина на кухне было обнаружено и после изъято полиэтиленовый пакет с героином. Во власти мусора коммунальщики Акцузского района не справляются со своими функциональными обязанностями. В частности, райцентр села Жан-Сугоров просто погряз в отходах. На территории населенного пункта образовалось множество несанкционированных свалок. Наш корреспондент побывал на месте. Уже при въезде в райцентр складывается весьма нелицеприятная картина. Куча полиэтиленовых пакетов, пластиковой и стеклянной тары мгновенно портят первое впечатление о селе. На стихийной свалке лежит и строительный мусор. Его оставили рабочие, возводившие новую арку. При въезде в село Жан-Сугоров местные власти построили мини-сквер. Однако при строительстве не ушли пару моментов. В округе нет ни одной урны, не говоря о контейнере. Поэтому, видимо, люди, проезжающие здесь, выкидывают мусор куда попало. Неблагоприятная санитарная обстановка и в самой оживленной точке села. Базар райцентра также во власти мусора. Вместо воды в орыках скопление бутылок, пакетов и прочих отходов. К данной картине местные жители относятся неординарно. Большой бардак в Жан-Сугорове имеется. Но так все устраивает. Я вот сама лично хожу, прогулка у меня. По Арбату туда вверх хожу. Ничего чисто. У нас грязно, да, в Жан-Сугорове? Вода грязная, улицы все грязные. Даже если жалуешься, это все равно никто во внимание не берет и никто это ничего не делает. А вы жаловались? Жаловались, неоднократно ходили, но все равно это без толку. В Жан-Сугорове работы по очистке села ведутся очень плохо. Улицы грязные, во дворах везде мусор. По словам жильцов многоэтажек, мусор вывозится всего один раз в месяц, а переполняются они гораздо быстрее. Выход местные жители видят в сажении бумаги и пластика, что, по мнению экологов, категорически запрещено. Аналогичная картина и в окрестностях районного отдела полиции, и даже больше. По периметру разбросаны шкуры и кости домашних животных. В скоплении всех отходов представители районного ЖКХ винят самих жителей села. Игнорируя предупреждения таблички о запрете выброса мусора, люди несут сюда отходы, сетуют коммунальщики. По словам ответственных лиц, чтобы привести в порядок населенный пункт, они прилагают все усилия. Однако имеющихся ресурсов, по их словам, недостаточно. По району всего работает одна организация по уборке мусора. У них имеется три единицы техники. Это один мусоровоз и два трактора, а также работает 10 человек. Мы всячески стараемся содержать село в чистоте. В этом нам помогают сотрудники полиции. Как неизвестно, на сегодняшний день нарушителям выписано 31 предупреждение. Весна только началась, и мы исправим ситуацию. Еженедельно будем проводить акцию «Чистая среда». Постоянно будем оповещать предпринимателей и жителей убирать прилегающие территории. По словам представителей ЖКХ, в настоящее время законного полигона и предприятия по утилизации мусора в районе нет. Все собранные отходы они свозят на стихийную свалку, на окраине села. Такое положение дел крайне неприемлемо. Однако ситуация в скором времени изменится. Как говорят ответственные лица, в настоящее время курирующее управление ведет разработку проекта на строительство сортирующей станции. Ну а пока райцентр пребывает во власти мусора. Применять какие-то новые меры, подходы или механизмы коммунальщики пока не намерены. Речи об оперативной установке дополнительных контейнеров, урн, камер, проведении профилактических рейдов тоже, к сожалению, нет. Сады Алматинской области под угрозой. Бактериальный ожог поразил уже 743 гектара. Однако выход есть. Министерством сельского хозяйства принят ряд мер по борьбе с вредителями, в том числе и с бактериальным ожогом плодовых. О нововведениях и государственной поддержке сельхозтоваропроизводителям рассказал председатель комитета госинспекции в агропромышленном комплексе Алмазбек Марс. Он посетил сады Толгарского и Бешиказахского районов. Бактериальный ожог плодовых за один-два сезона способен погубить целый сад. К сожалению, ему подвержены практически все семечковые культуры. Яблони, груши, слива, абрикос, айва, рябина и другие. Как утверждают владельцы садов, особенно опасен бактериоз в период цветения. Именно тогда и возрастает вероятность заражения всех деревьев. Председатель комитета госинспекции заверил садоводов Алматинской области, что с текущего года все затраты на борьбу с бактериальным ожогом будут возмещены из государственного бюджета. Это значит, собственникам садов будут выделяться субсидии на приобретение пестицидов и биопрепаратов для локализации карантинных растений. Также будут возмещены затраты за погибшие деревья. Начиная с этого года за счет средств республиканского бюджета предусматривается проведение химических обработок против бактериального ожога плодовых культур. Будет за счет средств бюджета теперь возмещаться уничтожение деревьев, которые подвержены заражению бактериальным ожогом плодовых. Возмещение включается не только стоимость самого саженца, но и те расходы, которые были понесены в чтении определенного периода времени финансовой затраты со стороны садоводов. Основная площадь заражения бактериальным ожогом приходится именно на Алматинскую область, в том числе на Ембиш-Казахский и Толгарский районы. Поэтому мы максимальное усилие и основное внимание уделяем Алматинской области. На 2020 год выделено 146 миллионов тенге. В целом на три года эта сумма составляет порядка 440 миллионов тенге. Стоит отметить, что это существенная поддержка для сельхозтоваропроизводителей, особенно сейчас, когда спрос на отечественные продукты гораздо выше. Соответствующий план мероприятий по борьбе с бактериальным ожогом уже утвержден Министерством сельского хозяйства. Аделя Кжаркенова, Ербола Тантелла, в телеканал ЖИЦУ. С введением в стране чрезвычайного положения по предотвращению распространения коронавируса в Алматинской области отменены все спортивные мероприятия. Приостановлена работа всех спортивных объектов, включая комплексы, школы и интернаты, в целях исполнения поручения президента страны Касмжо Марта Тукаева, а также приказа Министерства культуры и спорта. Об усилении мер по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на период пандемии все соревнования и мероприятия перенесены на неопределенный срок. Всех работников спортивных учреждений отправили в отпуск и на дистанционную работу в связи с режимом ЧП в стране. Всего в области есть 42 спортивные школы, их работу полностью приостановили. Отменены тренировки всех спортивных секций. Согласно ранее утвержденному плану, соревнования перенесены на неопределенный срок. Это вся информация уходящего дня. Спасибо за внимание. Встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok